всем привет у нас сегодня понедельник друзья я вчера для вас ничего не снимала я шила целый день я дошила наконец-то этот свой костюмчик для швейцарии даже начала немножечко клеить камушки уже в общем сегодня может быть после обеда мы с вами продолжим этим делом заниматься вместе но и тогда поболтаем в общем я сейчас еду к врачу нашему но домашнему врачу у меня сегодня но помните я давно говорила что хотела сдать кровь на общий анализ а мне сказали придите сначала врачу пусть вам врач выпишет ну и сегодня у меня этот термин сходила я к врачу короче сдала кровь на анализ потом что мне там а мне делали узи ультрашаль в общем брюшной полости печень посмотрели почки поджелудочную желудок потом сделали кардиограмму сердца ну в общем так все в норме кто меня тут напишет опять все в норме только теперь нужно будет узнать результаты анализа крови завтра будет в общем завтра я позвоню туда непосредственно в праксис не узнаю выписал в общем он мне таблетки витамин d сказал витамин d у всех не хватает витамин d надо пить постоянно но чем короче анализ я же была вот недавно о нуклеар медицин баэндокринолог ну как раз пришли мои анализы кстати мне дозировку таблеток которые я пила у меня были дозировка 100 а мне их понизили на 88 у меня дозировка таблеток поменялась кстати как то интересно сначала я дошла до 112 мили дозировка мне было 112 но там миллиграмм и я стала года два назад у меня начался начали мне понижать дозировку в общем наверное была сильно большая как мне врач объяснил что щитовидная все так едут да вот я должна по тротуару ехать чтобы объехать вот эту бутыльковые вот он сюда вылез как он мне объяснил что щитовидка в какой-то момент насыщается своим гормоном и перестает продуцировать непосредственно свой гормон самостоятельно и перестал со временем она перестает работать и поэтому в общем он мне сначала снизил это в монхайме был врач потом я ходила к специалисту потому что там я у домашнего врача тоже проверяла свою щитовидку а потом в общем радио включается когда хочет но и сейчас они мне еще раз понизили дозировку просто когда я перехожу с одной дозировки на другую дозировку мне так два-три дня не очень хорошо знаете так у меня какая-то слабость появляется но я посмотрю в общем как в этот раз будет а выписала сказала я да что выписала мне витамин d нужно мне заехать будет в аптеку и купить этот витамин d в общем сейчас я еду в магазин после магазина заеду в аптеку это приватный рецепт витамины медицинская страховка не оплачивает витамины выпал я не знаю как все витамины я думаю что все витамины медицинская страховка не оплачивает если я неправильно сказала пишите мне в комментариях я тогда тоже буду знать какой витамин можно получить через медицинскую страховку чтоб она оплачила в общем витамин d я практически не практически а всегда покупаю за свои деньги правда я уже давно не покупала давно уже не пью витамин d сегодня заеду в аптеку куплю он мне выписал на 20000 вот этих там миллиграмм на дозировку и мне нужно будет всего одну таблетку в неделю пить одну витаминочку эту в неделю пить в общем потом скажу сколько стоит не знающим сама я знаю что это как бы не очень дешевая не очень дешевые таблетки скажем так витамины что я как-то покупала уже давным давно тогда баночка было 20 евро она стоила или 25 евро точнее потом скажу когда съезжу в аптеку куплю витаминки сходила я в аптеку вот купила витамин d себе вот 20000 этих единиц в общем короче говоря знаете сколько он стоил он стоил тридцать шесть евро восемь центов и так думаю видно вот не такие то уж и дешевые таблетки но это что я карточкой заплатила это мой приватный рецепт так все я уже дома мы уже погуляли с сонечкой я только присела и она сразу же ко мне да сегодня буду заканчивать расклеивать костюм свой на фигурное катание которое шила мальчику швейцарию надо уже отправлять но вообще-то меня не торопят . иди на улицу говорю иди вниз погулять я вчера ничего не снимала потому что целый день сшила в общем я дошила уже начала немножко клеить камушки и и решила дальше клей камушки с вами хочу вам показать мои запасы но сейчас покажу вот этот клей которым я клею камушки общем вот такие штанишки я уже сшила в общем штаны уже готовы для для фигурного катания нужно шить вот с такими вот хлястиками они здесь внизу через конек и потом пристегиваются в общем нужно все делать так прочно чтобы в общем ничего не отвалилась в процессе или ничего не отстегнулась в процессе когда вы катаете программу штанишки такие обыкновенные сейчас покажу кофточку вот такая вот кофточка я сказала мальчик будет катать под ромео и джульетта да такая кофточка здесь такие манжетики тоже золотые здесь вот она на замочке замочек такой разъемный в общем вот внутри вот так выглядит но это у меня оверлок я уже показываю какими машинками я шью что здесь еще будет смотрите здесь еще будут вот такие погончики как цвет штанишек погончики я уже вот так расклеила еще не дошила до конца потому что я здесь а потом это будет все в последнюю очередь пришиваться и я буду пришивать вот так руками и это будет вот так вот смотреться эти очень клиент но мама мальчика захотела такие погону в цвет погон штанишки ночью я долго искала такой цвет но нашла фотографии я все посылала цвет все устроил процесс работы я тоже посылала по фотографиям сделаю немножко отошлю сзади она тоже вот видите просто там рисуночек небольшой орнамент это я сейчас буду все расклеивать камушками но и так как у нас сегодня тема фигурного катания мы можем с вами поговорить на эту тему я тут и думала думала думаю что ж там такого интересного рассказать и потом подумала то расскажу ка я вам сколько стоит сделать хореографию еще поставить программу сколько это стоит сколько стоит один час чтобы поставить программу причем цены у всех хореографов по территории германии практически одинаковые начинающие берут чуть чуть поменьше но это незначительно поменьше такие популярные скажем так знаменитые хореографы германии это вот у нас хердена но это конечно и по именам это по по именам и фамилиям это никому ни о чем не говорит я понимаю это только знают все кто вообще крутится в этом мире фигурного катания в общем я так думаю что я буду клеить камушки и вам потихонечку расскажу а знаете что еще самое интересное я пока закупалась а я купила перловку заезжала бреви купила перловку частоте вам покажу может кто не знает вот это вот перловка которая продается в немецких магазинах она в этих кобой талях но я хочу сварить рассольник потому что завтра планирую поехать наверное карина но я если я говорю что я хочу наверное значит я поеду уж у меня карина сегодня уже с утра написал и чё и когда я у карина не знаю она опять ночью ну когда я буду не знаю ну короче говоря поеду завтра карине но сварю сегодня говядину я уже поставила варить сварю кастрюлю рассольником но у нас все любят и как раз на завтра будет чем всем пообедать закупайся в реве и случайно встречаюсь со своей бывшей сотрудницей с которой я работала с детям у нас в деревне ей уже за 70 лет встречаюсь мы раньше очень хорошо общались но потом мы уехали в манхайм пока работали хорошо общались даже друг другу в гости ходили она меня она меня приглашал приглашала чаще я к ней очень часто ездила ну во первых я уже как-то рассказывала что она ходила постоянно на работу пешком и я ее очень часто подвозила домой ну и как подвожу постоянно на чай то что-нибудь она потом спекет меня зовет очень много рецептов у меня именно от нее она мне давала такие которые еще их не бабушки дедушки делали какие такие интересные простые знаете рецептики один я вот все хочу вам показать ну я наверно покажу он очень вкусно как называется так очень интересно не буду говорить как ну и потом покажу как-нибудь соберусь и в общем она меня попросила сделать пельмени когда-то давным-давно я не знаю сколько лет назад муж лет десять назад я делала дома пельмени и замороженные приносила так просто ну попробовать мы как-то разговаривали с я бы я вот так вот так делаю она гайдану принеси попробовать я бы ее принесу потому что я ее очень часто носила всякие салаты знаете вот корейский салат в общем между прочим корейских салат и очень понравился потом вот как у меня на канале по-моему есть салат с капустой отдела я это же носила попробовать и тоже очень понравился она у меня брала рецепты и помни и убрала рецепты и на тот момент когда я и первый раз принесла пельмени но я и всего один раз носила пельмени попробовать она сказала дочки очень сильно понравились она сказала а мне как-то ну-ка и так ничего как покушать можно ну как-то говорит что-то говорит меня в них не сильно очень привлекло и поэтому мне прям даже было очень интересно что она не гайд татьяна я хочу твои пельмени йог ну ладно без проблем сделаем очень на эти выходные я говорю ну хорошо рината но она готовит татьяна мне ведь много надо я много это сколько она ведь у них там какое-то в общем небольшое семейное торжество две семьи встречается все как положено она мне сразу у нас небольшого семейное торжество не у дочки день рождения они живут в одном доме и дочка их это этой дочки очень понравились в прошлый раз хочу сделать ей сюрприз сказала что я и что-нибудь приготовлю принесу с собой и тут гадеть вижу тебя и меня тут это гайд осенило что я же ведь могу и пельмени говорить так и принести обложить просто раз я не очень понравились и думаешь ему это было правда наверное лет но не 10 скажем так а лет семь точно назад это было очень короче говоря друзья мои опять короче но все равно короче на этой неделе буду делать пельмени нога книга килограмма 3 а у рима тоже много она говорит ну чё останется положит в морозильник соль ну что ты моя хорошая пойдешь ко мне . я когда сейчас работать начну мне уже некогда с тобой играться ладно приступаем к работе а хотел сейчас я камеру опущу вниз и покажу вам немножечко мои запасы я тут а приготовила вам показать кстати вот таким такой вот у меня есть гарет приборчик я им тоже раньше в основном клеила камушки потому что камушки есть двух видов одни есть которые покрыты с клеевым покрытием тогда клеится вот с таким гаретом с таким приборчиком он типа паяльника здесь а такие насадочки они откручиваются и под размер под размер камушка да сейчас я вам покажу все вот эти насадочки вы просто он нагревается вы вот этой стороной вот отцепляете камушек и прикладываете к своему изделию куда вы хотите при полу приклеить этот камень но это не все это камни клеится вот которыми я сейчас клею они у них нету вот это клеевого покрытия и они так не клеится вот они эти все нету то что тоже такой этот пакетик износился уже весь уже старенький надо поменять через иголочкой заколота в общем здесь вот смотрите всякие разные до насадки есть такие которые потом сверху прижимать камушек видите они без выемки есть меньшего размера в общем камни покупаются по размерам но это кто когда-то покупал камушки знает кто не покупал скажу если вы камни покупаете по размеру они там например сс-12 сс-16 сс-20 я в основном пользуюсь 16 и 20 20 . ну что они не такие маленькие сильно вот эти вот такие вот и каждая насадка имеет свой номер специально для камней вашего размера просто когда я в прошлый раз клеила камни на платье мне там кое-кто написал а у нас специальный карандаш у меня тоже где-то еще есть специальный карандаш сегодня специально искала показать вам больше не нашла поэтому у меня вот я пользуюсь обыкновенно вот так с воском вот с этим воском и это вот уже моему карандашу которому сто лет в обед не вот этот воск надо в принципе поменять но это так это это воск это не но от свечки я обыкновенно не возьму мне нужен такой воск и беннен воск до или такую церковную свечку где вот натуральный воск потому что другой не держит мне как-то удобно карандаш который вот этот обыкновенный карандаш продается дешевый такой я не знаю сколько он стоит там два уровня сколько меня тоже это был что-то я сегодня говорю искала специально искала ничего не нашла не знаю куда его засунула не знаю я им тогда пробовала мне не понравилось клеить камни постоянно спадывали и когда тебе нужно приклеить там 2000 камней и когда тебя каждый раз когда ты берешь камушек и это тебя потом начинает нервировать потому что этот камни не держатся на этом карандаше короче говоря я его даже могла выкинуть здесь я уже приготовила в общем части вам по быстренькому покажу вот у меня здесь упаковочки сваровских камней вообще камни я клею те за которые платит клиент клапа платит клиент за сваровские камни за сваровские я клею сваровский здесь вот у меня почему меня должны быть черные по моему еще сваровские камни хрустальные просто в общем короче да что меня платят как какие камни клиент хочет просто я сейчас специально посмотрела сколько стоит у нас упаковку такая упаковочка сваровских камней здесь от 1400 штук 1440 штук если точно я вам спит я специально сделал скриншот здесь я день вам поставлются двадцатка сс-20 стоит сто двадцать четыре ора только одни камушки эти 1000 штук от 1000 штук например на такое платье как например сабрине сделать где у нее ну тысяч пять камней раньше мы тоже всегда и у сабрины всегда блесла русские камни то посчитайте сколько стоило платье и причем то что я еще экономила всегда на своей работе потому что я его первых сама шила и сам ну короче и сама я платила только за материал материал обходится недорого материал вы в принципе обойдетесь но если он какой-то экзотический не нужен в 30 вот под суда вы обойдетесь вам хватит на материал а вся остальная цена заключается в камнях и цена платья зависит от камней это вот все сабрины запасы которые сабрине покупал такие камни потом вот эти всякие жемчужины полусферы у меня тут еще есть интересно кстати так хотела шить сабрини платье покажу с чем вот с этими зеркалами с этими зеркалами они сейчас не блестят потому что на них одета такая защитная пленочка если эту пленочку снимаешь она получается очень ночью они блестят сверкают очень хотела шить платье один раз я заказала они мне не пришли как раз вот на какой-то сезон смотри я тут немножечко приоткрою прям как натуральное зеркало видите как они сверка короче опять короче в общем сабрини я не шила платье такое первый раз когда я заказывала такие зеркала мне они не пришли я не знаю где-то потеряются и нам пришлось выходить из положения что-то я другое делала у меня здесь всякие разные камни всех разных цветов и бордовые всякие разные и радужные у меня даже здесь окраски которыми я крашу материал в общем это специально текстильный краски я не буду открывать тут у меня наборчик кстати я в россии покупала давным-давно но они хорошие недавно красила все нормально просто у меня тут жемчуга очень много хотя я вам скажу что запасы камней моих потихонечку заканчиваются но это я все это я все сабрине набирала это у меня все запасы еще ладно будем клеить камни ты уберу это я тоже уберу все и поговорим о том открою вам секрет сколько же вообще стоит сделать хореографию в час в час переключается все в общем я тут так все приготовила под клей у меня кончается уже но я так думаю что может на этот костюм не хватит но у меня в принципе еще есть ставлю такие капельки принципе так как я хочу и потом сейчас попробую вот этим вот карандашом и и потом вот так аккуратненько каждый камушек нет это что-то не очень хорошо как-то я попробую еще разочек каждый камушек потом ложу вот на вот эту капельку с клеем и так дальше и так дальше так и сколько же стоит у нас сделать хореографию в германии в общем каждой девочке нужно две но не только девочки каждому спортсмену нужно две программы каждый год короткая обязательно и произвольно вы заказываете хореографа себе например хореограф живет не вашем городе так что мне не очень нравится на что-то сильно долго отлипает это буду долго клеить вы приглашаете хореографа в свой город вы должны хореографу но обычно приглашают клуб сразу считают сколько человек будет брать хореографию будут делать хореографию например у этого хореографа приезжает хореограф вы ему снимаете хотель оплачиваете хотель например приглашается хореограф ну например на неделю неделю вы оплачиваете ему хотель хотель я вам скажу в среднем по германии стоит ну где-то 50-60 уэра сутки да потом все эти деньги делятся на всех детей которые брали хореографию которые делали хореографию и родители оплачивают ой и родители оплачивают в общем это но делят между собой отвлекаюсь у меня тут отчета сильно много вылилось для суда сейчас приклею жемчужинку не тут клеем много как-то вылилось в общем потом короче на всех детей делится и получается то что в начале вы заплатили за хотель а еще плюс дорога мы которого хореографа всегда приглашали он приезжал поезда он покупал себе дойче дойче банкарта у него была и поэтому дорога у него была не очень дорогая в общем как-то дорогу я даже не помню за дорогу наш по-моему никогда не брал деньги этот хореограф который непосредственно приезжал к нам и потом начиналась короткую программу сделать нужно приблизительно но я скажу вам часов шесть длинную часов ну восемь день это это все так знаете на скорую руку и это если все так это по-быстрому час хореографии стоит 56 он вот и посчитайте например короткая шесть часов на пятьдесят шесть ойра умножить и длинная те же самые восемь девять часов умножить на пятьдесят шесть ойра и потом в процессе перед каждыми соревнованиями конечно было бы хорошо поработать еще раз с хореографом я скажу так что германия это не россия которые каждый день работают с хореографами здесь а хоть бы перед соревнованиями смочь оплатить эту хореографию потому что сами понимаете какие это деньги и сколько все это стоит с этой стороны тоже так же сделаем фигурное катание очень дорогой вид спорта очень дорогой например я скажу когда мы были в манхайме мы платили в месяц за тренировки 375 ойра это это было намного дешевле потому что сабрина была сборной бады лютенберг сборной этой земли поэтому она но мы платили там была специальная такая группа этом было всего наверно человек 10 12 кто пользовался вот этими льготами они могли выходить два раза в день налет плюс балет два раза в неделю входил в эту стоимость в эти триста семьдесят пятеро и два раза атлетиком в неделю и это выходило на самом деле намного дешевле если бы вы за все это платили бы по отдельности и когда мы были например ваш аффенбурге мы даже когда выезжали на соревнования вам нужно было оплатить отель тренеру но это все идеи это тоже сумма делилась она всех детей две программы чтобы вас тренер вывел на лед 60 ойра за одну программу вот и считаете хотел тренеру хотел себе хотел тренеру 120 раза две программы и еще плюс могу сейчас покушать где-то надо еще доехать самому туда надо поэтому получается очень и очень дорого так как сколько получают фигуристы в германии но это единицы и например я вам скажу когда мы были в баварии она как кадр кинтона тоже была в сборной в баварской сборной как кадр кинтона получала в баварии 40 ойра в месяц но представляете цены да например хореография вы за час заплатили 56 ойра да за хореографию и в месяц получили презент от от федерации фигурного катания по баварии до 40 и то они это практически на руки так не получали они там это входило как бы вы этими деньгами как бы платите за атлетику чем четыре раза ты можешь сходить на атлетику типа бесплатно за это не заплатить а когда мы переехали в падаю там верда в манхайм тогда не вижу без очков не вижу ее друзья и тогда а в манхайме нам тогда сразу первый год стали платить сто двадцать евро я думаю ничуть это хорошо блин тут а сорок ура получали а здесь а сто двадцать все-таки можно как-то немножечко но больше себе чего-то позволить знаете лишний раз хоть хореографа можно было взять и когда немцы едут куда-нибудь на какой чемпионат мира да ну вы все знаете на каких местах немецкие фигуристы находятся на фигурном катакне это хорошо если они еще пройдут квалификацию чтобы они перейдут в длинную программу до а могут еще даже квалификацию не пройти потому что у нас которые девочки едут на чемпионат мира на чемпионат европы они же дальше не получают от федерации ни одного часа хореографии например за бесплатные никто ничего не оплатит а родители тоже не резиновые они просто-напросто не могут все оплатить вспомните какое-то гран-при я не знаю смотрели не смотрели ну кто может быть кто-то кому-то может нравится фигурное катание может кто-то смотрит может кто-то после этого посмотрит по моему года два назад лея достичь от от германии ездила на гран-при я не помню куда именно к по моему она куда-то в латвию ездила она где-то там было какое у нее платье было не было самое страшное платье на всех соревнованиях вот есть шила мама камней там не было платье было уже маленькая потому что она уже каталась в нем наверное года два или если не три девочка была очень большая но и вот сами подумайте да выходит там все эти японочки корианочки русские девчонки у которых там вообще места свободного нету от камней там все очень все блестит горит и очень очень красивые дизайны и вышла наша знаменитая лучшая считай немка скажем так на тот момент по германии которую отправили на гран-при в самом страшном платье потому что родители не в состоянии заплатить за платье по 500 ура а федерация фигурного катания никак не помогают фигуристам мощи поэтому тут и всегда все говорят что фигурном поем что в германии нету профессионального спорта здесь все находится на уровне хобби принципе так оно и есть родители родители что-то стараются из кожи лезут вон а потом еще так получается что федерация фигурного катания даже немножко не поддерживает детей и причем я вам скажу еще что наверно 8 ладно скажу 85 процентов до этого хотела сказать 90 процентов детей которые занимаются фигурным катанием это русскоговорящие население но сейчас ладно скажу что это где-то может быть 85 процентов мы всегда смеялись на катке если вывести всех русских русскоговорящих то на катке не останется ни одного человека но может один потому что местные немцы когда узнают сколько это все стоит они бы да нафиг надо и поэтому если бывает иногда действительно способный ребенок он никакой поддержки нет ни от кого никакой поддержки он не видит нету денег нету фигурного катания есть деньги поэтому некоторые там косые кривые но у них есть деньги вот они занимаются фигуром это бывает что очень талантливый ребенок и понимаете в германии это никому не нужно просто напросто никому не нужно если есть деньги тебя тренер берет тренирует нету денег он говорит мой тут мир идите дальше идите играть футбол там не надо много денег платить футбол там оплачивая федерации за футбол они очень много там уплачивать денег хоккей вот у сабрины друг занимается хоккеем но профессионально занимается хоккеем за них уже тоже все им даже обеды оплачивать я как-то разговаривала с ним говорю филипп и чё как у вас там сколько вот вы залетку мы на одном льду занимались занимаемся мы платим 400 евро я мой мы тоже 400 евро платим приблизительно ну в месяц он будет мы платим 400 евро в год я учу и все что ли и все ну коньки естественно покупают каждый сам потому что ну каждый родитель хочет своему ребенку купить такие более навороченные коньки более крутые я буду клеить дата у меня клей сохнет их даже за счет спонсорства они даже до игры после игры и даже возят автобусом специально куда-то ну какой-то ресторанчик например покушать ну или в кафешечку какую-то и даже кормят спонсоры у них даже еда туда входит сейчас скажу что он занимается в юго адлер я не знаю по моему он в этом году будет катать но играть у акциям уже и вот у юго адлеров это так у нас же много разных команд в германии поэтому другие команды я например не знаю но чтобы каких-нибудь этих не было таких комментариев что а вот у нас им занимается фигурам какой хоккеем например да нам там ничего не оплачивают да у нас тоже у знакомых не у знакомых у родственников занимается мальчишкам хоккеем причем они везде ездят на сборы в чехословакии они очень часто ездят на сборы они сами это все оплачивают пока ты не дошел до какого-то определенного уровня пока тебя кто-то где-то не заметил но это так вот у хоккеистов да например то естественно никто за тебя ничего платить не будет они не будут каждого там оплачивать чтобы за тебя кто-то платил нужно сначала что-то показать что-то умеешь делать ну вот саврина в месяц получала 120 евро это первый год когда мы были в манхайме было 120 евро потом они урезали потом стали мы получать по 100 месяц а случай у нас был один в манхайме было хореограф ночью местная у них был свой хореограф одна итальянка насчет баталью в италью не она по-моему во францию сейчас куда-то уехала у нее друг был француз и они по-моему куда-то во францию ехали в общем любой хореограф делает дорожку шагов ну час где-то нужно до для дорожки шагов а это саврина делаем новую программу делаем с этой итальянкой она и час делает дорожку я мы только переехали туда это еще немного не знала как она работает скажем так мне сказали вот у нее делаем по моему короткую ездили все равно делали в берлин в берлине делали а длинная потом потом она делала программу вот тоже ездили делать программу в берлин дорога ездила на поезде не я не первые разы я первые два или три раза берлин ездила на поле то что я чуть боялся этот год а потом как-то я поехала на машине и в принципе нормально потому что я что-то побоялась поначалу думаю такой огромный город вот мы ездили делать короткую дорога на поезд деньги на дорогу вернее на поезде и там там нам хореограф сказал короткая программа стоит 300 гора длинная стоит 500 по моему так было он сразу сказал все равно говорит за сколько часов я его поставлю но потом понимаете как он ее поставил он ее поставил за три часа скассировал 300 ойра даже еще время у нее осталось а он сказал мне мы уже готовы нам же больше не надо молодой парень был поставил так неплохо но все было такое сырое что пока у нас начался лед сабрина уже больше половины забыла что там к чему было и потом нам все равно пришлось ее переделывать с другим хореографом работать и все такое прочее а это мы делали дорожку это нам вот эта итальянка зелень чем она делает час дорожку сабрина выходит сабрина вы челом я же уже понимаю где там что и к чему я согласование в честь еще с дорожкой до сих пор не готова она мне faith нет я думаю ки она делать и второй час а это же деньги стоит я же еще деньги считаю она делать и второй час я смотрю опять не готова я вас обриваю дорожку сделали анале нет еще не сделал я обуче издеваетесь что любой хореограф дорожку делает за один час уже два часа делаете дорожку это я вам скажу что сабрина очень быстро схватывает шаги ей не надо сильно долго объяснять какой-то шаг она знает и все потом стол там всякие разные названия знаете всякие там телевизор и венды гиган венды в общем там всякая билиберда якуса вред третий час они выходят мне это хореограф у меня тогда так вылетела может быть мне не надо пока так говорить но у меня это произошло как автоматически в общем она вышла такая царь до хореограф но тут а стоят все мамашки целая куча она вышла и не говорит мы с дорожкой готовы я в год сайдом драй штурных остоки брал я и сказал славьте господи ты три часа на дорожку затратила она так опешила на веток посмотрела я влачу да таку на меня там молодая девчонка девушка оба чего на меня так смотришь германии все ноты разговаривают я сразу говорю я облачу ты такого на меня смотришь три часа любой хореограф дорожку делать за один час вы делали три часа нами но я же хотела вас без ондеросте по сделать но типа вы чё-нибудь особенно и потом когда мы поехали с этим особенно по соревнованиям нам поначалу больше 2 левели не ставили она нужно на 4 левит я бы нормально особенно но в общем вот так ладно я могу долго про фигурное катание разговаривать в общем я клею дальше ко мне сейчас вам покажу сколько я тут уже наклеила что моя хорошая соня при мне не дает но вот все смотрите я тут немножечко вам показала процесс в общем я дальше буду вот это вот все теперь клеить потом когда здесь у меня впереди высохнет я переверну и буду клеить ну сзади но сзади только вот по вот этим вот я но еще точно не знаю но я так думаю что вы только буду внизу я сделала там где у меня орнамент камушки соню мне на улицу просится по моему как все доклею . надо пойти погулять как все доклею потом вам покажу но сегодня уже показывает наверное ничего не буду потому что сейчас вот доклею вот это впереди все воротничок еще немножко и оставлю чтобы она должна хорошо высохнуть чтоб я могла заднюю сторону дальше расклеивать завтра если поеду карине то завтра значит не покажу а уже наверное покажу в среду когда будет но уже когда буду отправлять скорее всего потому что до среды я его точно уже сделаю и даже наверное ну в среду в четверг но в зависимости от того как меня переведут деньги мне еще не заплатили как мне заплатят так буду отправлять но его на вам готовый результат все равно конечно покажу как это будет выглядеть такой конечно ничего костюмчик должен получиться я думаю что заказчикам понравится садись садись будешь со мной сидеть ты на улицу хотела или чё честно мы с тобой только недавно были на улице гулять пойдем сегодня кушала пельмешки до сайта пельмешки кушал не ну мяско от пельмешков тесто конечно там еще лежит так я ладно хочу чай и буду здесь доделывать